Итак, ребят, привет! Кто помнит, как я вчера апал 5200 кубков? Вот если ты вспомнил, да, ты у меня самый любимый, самый лучший, один из самых лучших подписчиков, потому что вчера вот я запустил стрим, вы все так просили рояль, я запустил стрим, думал, что ни малейшего желания у меня не будет играть в глобале, но потом как-то в азарт вошел, и по-моему полтора, почти два часа я играл, я уже точно не вспомню, но больше часа это точно. И, короче, так и не смог поднять под 5200, хотя был у нас рекорд 5-140, там оставалось две игры, я даже включал запись два раза, вот. Если ты тоже хочешь присутствовать на моих стримах, я ссылку на канал, где у меня стримы проходят, оставлю в описании, можешь подписываться и приходить. Стримы у меня каждый день. Короче, друзья, сейчас 5000 кубков равносильно, что в конце сезона 6500 трофеев. Ну вот смотрите, какой челик мне вот подбирается. Сейчас топы-топы, которые абсолютно чемпионы, они сидят сейчас на 5500. 5200 это реально сейчас такая, ну, серьезная лига, и тут очень сложно. Короче, я хочу сейчас сделать на видос тренд-лайн-каточки, надеюсь, будут очень эпичные поединки, буду очень стараться, моя непобедимая колода. Поехали в бой. Ну, непобедимая это чисто так вот, просто это приукрасил я. Естественно, я проигрываю, не бывает такой непобедимой колоды, если бы она была, и с ней бы все играли. Но, тем не менее, с этой декой проще, чем с некоторыми. Вот лично мне, лично мне очень нравится. Короче, понеслась. Сегодня, ребятки, по поводу стримов я читаю в следующем ролике. Обязательно посмотрите следующие ролики и подпишитесь на канал для стримов. Вот, если сейчас, короче... Не, ну, вряд ли сейчас, конечно, по 200 я не апну. Так, слушайте, давайте кик-скелета законтрим. Фаерболл готовим. Я так и знал, что будет Ардамух. Так и знал, 100% так и знал. Прям вот, ну, ну, прям миллион процентов. Вот, чувствовал. Так, ну, окей. Варварская бочка. Варвар. Оп. А я не думал, что принц согрится на варвара, тот, который с хижины вышел. А он согрился. Так. Так, мегамуха, одну тычку дай. Найс. Все отлично. И варвар одну тычку. А варвар говнюк. Так. Что делаем? Что делаем? Я думаю, что поставим еще одну хижину вот сюда. Поставим хижину сюда. Здесь поставим призрака. Что? Что? Куда? В смысле? Зачем шахтер? Для чего шахтер? Зачем ты это делаешь? Нифига. Я сейчас угораю, а шахтер снес мне почти всю эту хижину. Да ну нах. Я не верю в это. Как он это сделал? Он полностью фуловую хижину снес. Обалдеть. Так, ну чувствуется, да? Вот вроде как ничего особенного еще не произошло. Вот чувствуется напряг, да? То есть не получается у меня так вот спокойненько. Бац-бац. И выиграть. Ну давайте хижину. Ой, королевских кабанов закинем. Скорее всего там гига скелет. Духи плюс бревно. Минус. Минус все мои королевские свиньи. Окей, здесь давайте мегамуху. Так, все, ставим хижину варваров. Хижину варваров. Сюда мы закидываем призрака. Так. Опа, вот это сейчас он с шахтером немножко, немножко затупил. Бля, я тоже затупил. Ладно, поехали, поехали. Так, фаерболл наперед. Надухов, надухов, надухов. Надухов! Не успел. Не успел, друзья мои. Ну ничего, не беда. Сейчас будет ордамух. Ну как, не беда. Такая... Просто катастрофа, наверное, я бы это сказал. Так, давайте здесь... Тихо, отойди. Говно поганое. Отойди. У него, скорее всего, нету фаербола, потому что у него такие бичевские карты. Там орда миньонов, варвары, короче. Он рассчитывал на то, что против него подберется какой-то лох, который не сможет законтрить его. А тут подобрался я. Ну вы представляете, какое совпадение? Так, фаерболл. Значит, у него варвары еще надо не забыть, не забыть. Давайте попробуем сделать так-во, вот так-во, вот так-во. Варвар! Мах, 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 бесит. Я его постепенно снесу. Я его постепенно снесу. Давайте... Нет, трех мушкетеров не буду, потому что я знаю, что он сейчас может хук справа, хук слева сделать. Окей, я сделаю сплит мушкетеров. Я сделаю сплит мушкетеров. Пускай разделим их. Пускай вот так вот. Так. Блин, очень странно, очень странно, что он каких-то скелетов выбросил сюда. А хотя, что странного, я неправильно мушкетеров разделил, лол. Там справа всего лишь один мушкетер. Ну ладно, закидываем вот так вот королевских свиней. Так, уходите, уходите, свиньи, уходите. Так, ну все, какой-то урон наносим. Постепенно наносим какой-то урон. Здесь закидываем хижину варваров. Ну ему, на самом деле, сложнее, чем мне. Но, тем не менее, я стараюсь. Я стараюсь. Так, тут у нас варварская бочка, тут у нас охотник. Так, варвары, варвары, поскорее, 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 варвары, быстрее. Ух, так, ребятки. Я даже не знаю, как его сейчас проатаковать. Давайте, наверное, сделаем так. Следующим образом. Два мушкетера пошли направо. Да? Тут у нас королевский призрак. Тут у нас мегаминьон. Мегаминьон, отлично. Как хорошо, что принц целых две тычки сделал, чтобы снести моего... Моего призрака тут фаербол наперед. И, в принципе, должна быть победа. Должна быть победа. Тут у нас охотник. Фух. Короче, было реально сложно. Соперник играл с херовой колодой. Я считаю, что у него херовая колода. Но мне было сложно. Давайте посмотрим на рекорд моего соперника. А рекорд 5900. 5900 рекорд. То есть, знаете, вроде граждан на 5 кубков. Типа, ну, это бичевская лига. Типа, мастер 1. Ну, с фулл прокачкой это не круто. А тут сидят сейчас те, которые на 6500, на 6700 вообще... Не, ну, сейчас конкретно данный персонаж был не с таких кубков. Но они здесь подбираются. Там, каждый пятый, десятый соперник, однозначно подберется какой-то там 6400 плюс рекорд. Это 100%. Так. Судя по всему, либо это голем, либо это три мушкетера. Я бы... Был бы рад, если бы это были три мушкетера. Но это голем. Пошли, короче, сразу в атаку. Тратится фаербол. Значит, будем дефаться три мушкетерами. Или же поставить хижину. Хм... А нет, поставлю трех мушкетеров. Потратился фаер. Надеюсь, у него там пользы она сейчас не будет. Если будет пользы, я буду кричать вообще. Визжать. Так. Охотник на вот этого дядю. Так. С двух тычек он его уничтожает. Прекрасно, замечательно. Вперед мушкетеров я, наверное, кину королевского призрака. Соперник понимает, что он херню прогнал с этим фаерболом. Ну, поехали. Так. Оп. Блин, мини-пека. А, все-все нормально. Мини-пека всего лишь одного мушкетера вырубил. Так. А два выжили, смотрите. Все, начинаем. А что? Куда? Куда мушкет делся? Вышка сагрилась на него, да? Нормально. Чек. Чек. Чек-чек. Отлично. 300 хп оставили. Прикольное начало. Но против голема не люблю. Вот против трех мушкетеров обожаю играть. Против трех мушкетеров вообще просто на гипс жесткий происходит. У него сейчас вообще будет разрыв хлебалов. Смотрите. Он уже перестал даже смайлы кидать, потому что понимает, что... А, нет, смотрите. Я думал, он уже в ступоре, типа, в отчаянии. Но нет. Так, окей. Здесь у нас... Так. Я немножко заболел. Поэтому буду шмыгать, ребята. Так. Давайте сделаем такой вот сюрприз ему. Вот так вот солью трех мушкетеров. Типа насрать. Типа насрать на них. Скорее всего, он должен кинуть фаер на левую сторону. Но не кидает почему-то. Поэтому сейчас потеряет вышку нахер. Тут мы... Офигеть. Ну, вы видите, что моя колода делает? Ну, я 5200 все равно не смог взять. Вот я как ни старался, 5200 что-то не получается. Либо вот у меня цикл не пойдет. Либо соперник какой-то подберется прям мощный. Что с ним такой номер не прокатит с такой колодой. Либо, не знаю. Ну, много разных причин. Так, тут фаербол. Фаербол. Бац. 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 Выруби. Выруби, охотник. Выруби его. Фух. Если бы он сейчас мини-пику не... А, стоп. У меня же две вышки снес. Ха, лол. Все. 12 секунд. Дай на три короны, брат. Дай на три короны. Не кидай фаербол. По-братски. По-братски. Сука. Какой ты мне после этого, брат? Не брат ты мне больше. Все. Уволит. Не, ну бы мог отдать три короны. Ну, типа все равно у него шансов не было. Он до сих пор удивляется, как он проиграл. Плюс 26 трофеев. Итак, мы с вами на 5100. Финишная прямая. Поехали, поехали. На 5200, конечно, в этом видосе я не буду апать. Но в следующем, я думаю, что может быть. Может быть. Ну, то есть, ребят, сейчас стримить основу не вариант. То есть, я на 5200 это максимум. Я буду сидеть на одном месте. Однозначно. Так, ставим кабань. Ой, кабанчиков. Ё-моё, блин. Хижину варваров. Так. Тут охотник. Разряд зря. Как по мне. Так. Варвары. Отлично. Красава. Вот просто по хижине нельзя пропускать урон. Давайте попробуем забайтить на фаербол. Если у него фаербол, у него может молния. Мне что-то подсказывает, что молния. Так, варвары это, конечно, не очень, не очень. Вот как назло. Когда играешь там с гигантом, каким-то големом, тебе инферно подбирается. Когда вот взял, ну, таких в расцепную юнитов, подбираются вот такие вот пачками варвары, там, орда миньонов, которые, ну, реально дефают. Вот согласитесь, была бы инферно, он, ну, бибу так сосал бы. А так, блин, варварами задефать, конечно же, меня можно. Так. Вот это неплохой был ход. Неплохой ход был. Я вот думаю, стоит ли что-нибудь подкидывать. Я думаю, что варвара стоит подкинуть. Стоит подкинуть одного-единственного варвара. И всего лишь одну тычку сделал его роял-гигант. Но, 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 смотрите, сколько здоровья. Ебать. Лол. Не, ну вот это смешно. Только проговорил про инферно, а тут дабл. И варвары инферно. Я таких, как он, презираю, ненавижу. Просто. Мрази, мрази. Не люблю, когда много дефа. Ненавижу. Ракета. Окей. Бля, варвар, ракета. Ах, тут трудно, пацаны. Ну, ладненько, ладненько. Прорвемся, прорвемся. Нам нужен двойной эликсир. Мне нужен двойной эликсир, чтобы порешать вопросы с ним. Поехали. Сейчас варваров кинет. Я туда закину фаербол. Мушкетера, ты справишься с этими дураками? Да, справился. Красавчик, красавчик. Все, все, все. Урон пошел, пошел. Да, молодцы, молодцы, молодцы. Так. Ну что, брат. Давай. Поплыл, поплыл челик. Видно сразу. Ставим сразу хижину. Непонятно, почему он пошел на правую сторону. Ведь он слева больше урона как-никак нанес. Так. Ну что. Теперь будем мушкетеров... Ну, так же будем разделять. Так же будем разделять. Че нам? Че нам бояться ракеты этой? Так. Ну, конечно, вот это лишний урон на самом деле нежелательно. Я что-то забыл, что типа нельзя урон получать. Типа куда? Так, все нормально. Все нормально. Закидываем так. И закидываем вот так. Вот так. Фаерболл. Давай, 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 бац. Все, давай, пошли, 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 пошли дамажить. Пошли дамажить вышку. Найс, 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 найс. Хрю, 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 хрю. Победа. Давайте посмотрим на рекорд соперника. Так, ребят, слушайте. Реально осталось две каточки до 5200. В следующем ролике попробую поднять. Ну, тут не сильно такой 3,9 елика. Недорогая относительно. В общем, как-то так, ребята. Ну, честно, вот эти сейчас 5200 трофеев, это равносильно, что 5800, 5900 в конце сезона. Я очень рассчитываю и очень верю в то, что я все-таки в этом сезоне подниму 6100. Надеюсь, ты тоже. Спасибо вам за поддержку, за просмотры. Подписывайтесь на этот канал и на мой канал, где проходят стримы. И сегодня еще будет один ролик. Все, увидимся совсем скоро. Поэтому не прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok